Доброй ночи всем, кто еще смотрит телевизор. С вами Александр Жестков. Что такое ШОС и БРИКС и зачем они нужны? Эти вопросы мучают многих в эти дни, когда повсюду трансляции из Уфы. В Китае даже выпустили мультфильм для непонятливых. В России обошлись без анимации, но самое пикантное из китайского мультика мы вам все-таки покажем. Без купюр. Итак, вместо дядюшки Сэма теперь дядюшка Си из Пекина. Здравствуйте, дорогие друзья! Дядюшка Си едет в Уфу на саммиты ШОС и БРИКС. Зачем два саммита вместе открываются? Лидеры двух стран страшно заняты. И в обеих организациях в этом году председательствует Россия. А ведь вдвоем вдвойне веселей. Среди участников нет ни одной развитой страны. Какое влияние будет? Страны ШОС и БРИКС охватывают треть территории земного шара. Их ВВП составляет 16 триллионов долларов. Это же огромный рыночный потенциал. Разве это не влияние? БРИКС, неформальный клуб лидеров крупнейших развивающихся стран, создает свой аналог МВФ и Всемирного банка. Без участия Европы и США. На заседании в расширенном составе мы приветствовали завершение процесса создания нового банка развития и полуусловных валютных резервов с совокупным объёмом ресурсов в 200 миллиардов долларов. В ближайшее время они начинают функционировать в полную силу. В частности, новый банк займётся кредитованием совместных крупномасштабных проектов в транспортной и энергетической инфраструктуре. Штаб-квартира Банка развития будет находиться в Шанхае. Китай станет основным вкладчиком и в фонде резервных валют. Он внесёт туда 41 миллиард долларов из 100. Россия, Индия и Бразилия по 18 миллиардов, Южная Африка 5. Голоса будут распределяться пропорционально вкладам. Я думаю, новый банк будет конкурировать прежде всего со Всемирным банком. Он вполне составит достойную конкуренцию, учитывая, что в последнее время Россия, допустим, находится под санкциями. И Всемирный банк, в общем-то, сокращает свои объёмы операций на территории Российской Федерации. Страны БРИК занимают четверть мировой суши, на которой живёт почти половина землян. Крупнейшей в мире является китайская экономика. Индийская – третья, Россия на пятом месте, Бразилия на седьмом, ЮАР на двадцать седьмом. Но по уровню ВВП на душу населения лучшие дела у России. Она на 44-м месте в мире. Бразилия на 71-м, Китай и Южная Африка на 82-м и 85-м, Индия на 123-м. А вот в рейтинге самых счастливых стран БРИКС лидируют бразильцы. 16-е место в мире. Россия на 64-м, Китай на 84-м, а ЮАР и Индия на 113-м и 117-м соответственно. В отличие от неформального клуба БРИКС, ШОС – официальная международная организация. Возникла 14 лет назад. В неё входят Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. И ещё пять стран являются наблюдателями и три партнёра по диалогу. Главная задача ШОС – борьба с терроризмом и наркоторговлей. Армии стран-участниц регулярно проводят совместные учения, хотя ШОС и не является военным блоком. И к нам присоединяется профессор Высшей школы экономики, президент Института современного развития Игорь Юргенс. Добрый вечер, Игорь Юрьевич. Добрый вечер. Участие в таких организациях, как ШОС и БРИКС, сможет сгладить негативный эффект от санкций и свёртывания многих совместных проектов с западными странами. Ну, это было бы, конечно, очень хорошо, но давайте смотреть правду в глаза. Китайская биржа обвалилась на 30% и, в общем, капитализация китайских компаний растаяла на 2 триллиона, уже приближается к 3 триллионам долларов. Бразилия, к сожалению, и Южная Африка находятся в так называемой стагфляции, то есть там стагнации экономики сопровождаются ещё к тому же и большой инфляцией. Поэтому лишь Индия даёт 7% роста ВВП в год, но и сами индусы признают, что это недостаточно для такой большой экономики с 1 миллиардом 200 миллионов людей, очень многие из которых, 60%, живут за чертой бедности. Поэтому уповать на то, что страны Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка заменят нам наши связи традиционные и очень многоканальные с Западной Европой и с Западом в целом, это было бы преждевременно. Россия уже не первый год развивает концепцию многополярного мира. Насколько способны ШОС и БРИКС составить конкуренцию форматом, где доминирует голос западных стран, таким как Большая Семёрка, МВФ, Всемирный банк и другие? Ну, во-первых, безусловно, 50% населения живут в странах БРИКС, игрового населения. Поэтому, конечно, это потенциально очень важный второй, можно так назвать, полюс. Но этот полюс будет создаваться только при желании стран, входящих в эту организацию, такой полюс создавать. Пока ни Китай, как самый сильный протагонист этого объединения, ни Индия, ни Бразилия, ни тем более, конечно, Южная Африка, да и наша страна, не заявляет о том, что мы становимся в конфронтацию с Объединённым Западом. Давайте смотреть на эти вещи более, как бы сказать, умеренно. Индия вообще является стратегическим партнёром США. Бразилия устанавливает самые тесные отношения со всеми западными странами. Южная Африка традиционно поддерживает отличные отношения с Британским Содружеством Наций и так далее и тому подобное. Китай – самая крупная экономика в обоих этих объединениях. Есть ли вероятность, что другие участники Шоссе-Брикс просто попадут в орбиту Китая и его голос будет определяющим при принятии решений? Мы знаем китайских коллег как очень сложных переговорщиков, которые, безусловно, во имя интересов своей страны и своих компаний выжимают до последнего в любом переговорном процессе. Нам надо быть готовым к тому, что, а, безусловно, сохранять свою собственную, идентичную, независимую позицию во всех этих институтах. Иначе угроза того, что мы попадём из огня до в полымя, она совершенно реальная. Спасибо. А с нами был профессор Высшей школы экономики, президент Института современного развития Игорь Юргенс. В Вене вот-вот решится вопрос об отмене санкций против Ирана. Эксперты уже спорят, насколько подешевеет нефть. Но будут и плюсы. Отмена санкций позволит Ирану стать членом Шосс. Президент Хасан Рухани уже прибыл в Уфу. Иран не первый год участвует в саммитах Шосс в качестве наблюдателя. Полноправное членство позволит объединить усилия всех стран региона в борьбе с террористическим исламским государством. И в пятницу на саммите Шосс может быть решён вопрос о вхождении в организацию Индии и Пакистана. Они тоже хотят участвовать. В проекте тех документов, которые будут предлагаться главному государству к утверждению, и решение о начале присоединения Индии и Пакистана к Шанхайской организации сотрудничества. Мы, конечно, не имеем права с вами подменять решение глав государств, но с надеждой ждём саммита и того решения, о котором мы сейчас с вами говорим. Индия и Пакистан вместе вступают в Шосс. Шосс звучит как сенсация. Две страны не раз воевали, а взаимной ненавистью, которую питают жители бывших британских колоний, снят не один фильм. Кстати, индийский Болливуд имеет все шансы стать главной кинофабрикой Шосс. Наш ответ Голливуду. Моя сестра Айсик, как ты смеешь появляться в этом доме? Как смеешь? Убийца. И ещё недавно они ненавидели друг друга, а теперь вместе готовы бороться с терроризмом и наркоторговлей. Что здесь происходит? Вы храните здесь кокаин, сэр. К нам поступила информация. Кокаин? Вы в своём уме? Вы знаете, что можете потерять свою работу? Вот именно поэтому я получил ордер на обыск. Судя по индийским фильмам, шоссовские силы правопорядка пополнят настоящие супергерои. Но совместные действия правоохранителей ещё в будущем. Иное дело культурная палитра Шосс. Вместе с индийскими фильмами давно плачут и смеются не только жители России, но и Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Да и китайцы едва ли равнодушны. А я желаю вам спокойной ночи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok